Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария продолжают свою работу в студии Азнор Аттаев. Ирина Желясова, здравствуйте! В начале коротко о главных темах выпуска. Добрый вечер! Добрый вечер! Темой для разговора выбрали ход исполнения республиканского закона о детско-юношеском и студенческом спорте. Наш спецкор Марина Ярославская с подробностями. Отчет замминистра спорта, туризма и курортов цифрами членов комитета порадовал. Для почти 140 тысяч школьников спорт и физическая культура стали занятиями ежедневными и постоянными. В полусотни спортшколы республики в разряд приоритетных из 32 видов спорта выделены 14, где футбол, борьба, дзюдо. Материальная база при этом приближается к уровню современной. В Нальчике заработал дворец лечебной физкультуры, футбольные поля с искусственным подкрытием, построенные в пяти городах Кабардино-Балкарии. Активизация работы по развитию массовой физкультурно-остроительной работы в городах и районах республики позволила увеличить количество занимающихся всеми формами физической культуры и спорта с 11% от общей численности населения в 2007 году до 15,1% в 2010 году. Но и этот показатель не может нас устраивать. В планах руководства республики довести данный показатель до 20% в 2012 году. Самые высокие показатели в Эльбруском районе. Здесь каждый второй школьник занят в спортивных секциях. Ежегодно из Тернауза выходят чемпионы и призеры не только российских, но и международных турниров. И все бы ничего, даст той самой материально-технической базой проблемы. Спорткомплекс «Боксан» во время режима КТО отдан для проживания военным. Плавательный бассейн не первый год обезвожен, а в геологе после теракта до сих пор не застеклили разбитые витрины. Но жаловаться на это времени нет, скажет Макомед Жапуев. Чемпионов нужно растить, причем подходы к финансированию спортшкол он предлагает пересмотреть. Школа работает великолепно, готовит олимпийских призеров. Финансирование такое же, которое вообще школа не работает. О количестве они берут занимающихся в этой школе. А качественный состав тоже надо смотреть в этом плане. И какую-то градацию надо в этом плане проводить. Глава района и администрации следом доложит депутатам, если муниципалитетам помогут с финансированием, а часть затрат возьмут на себя спонсоры, все поправимо. Ремонт крови геолога будет внесен в титул на будущий год через Минстрой, через Министерство экономики. И это тоже будет защищаться у вас. Поэтому огромная просьба поддержать сок «Боксан», кровь геолога, искусственное поле. Депутаты добавят, при всех проблемах района еще и добиваться таких результатов. Это заслуга тренеров, фанатов своего дела, помощь. Им сегодня обещано и со стороны парламента, и со стороны Минспорта законодательное на деле. В следующем году в Тернаузе появится новое футбольное поле, а после отмены режима КТО вопрос о ремонте спорткомплекса «Боксан» поднимут вновь. Марина Ярославская, Казбек Ваттаев, Вести, Кабардино-Балкария. Сегодня в Центр избиркоме Кабардино-Балкарии разыграли бесплатное эфирное время и печатную площадь в государственных средствах массовой информации. Официальное право быть площадкой предвыборных дебатов в республике предоставили двум телекомпаниям и пяти газетам. Жеребьевку партии, участвующих в думских выборах, а таковых семь, провели в той же последовательности, в которой они зарегистрировались в федеральных списках кандидатов. Лоты на бесплатное время поместили в закрытые конверты. Главный принцип, из которого исходили СМИ – абсолютная открытость, прозрачность и равноправие. Сегодня в избирательной комиссии Кабардино-Балкарской республики проводится жеребьевка по бесплатному эфирному времени, которое предоставляется политическим партиям. Причем всем участвующим, зарегистрировавшим партиям предоставляется равное количество времени, независимо от того, когда эта партия зарегистрировалась, насколько она большая или маленькая, всем предоставляется одинаковое количество времени. За период предвыборной кампании, напомним, начинается она 5 ноября, каждой партии предоставляется по одному часу бесплатного эфирного времени. В виде печатной продукции – одна десятая от общего объема номера. Жеребьевка платной газетной площади и эфирного времени будет проводиться непосредственно в каждой редакции в течение ближайших нескольких дней. Сегодня исполняется 94 года со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, публициста, переводчика и солдата Второй мировой Кайсына Кулиева. Памятные мероприятия по этому поводу начались в Нальчике у памятника поэту на проспекте, названном его именем, и продолжились в Чигеме, в доме музея. Обо всем по порядку. Наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Вот великий философ, мыслитель и великий поэт. Человек-легенда, чьими стихами жил и по сей день живет и гордится целый народ. Именно благодаря Кайсыну Кулиеву о балкарцах, об их уникальной земле, самобытной культуре и красоте кавказских гор узнал весь мир. Сегодня отметить день рождения поэта и возложить цветы к его памятнику в Нальчике пришли первые лица республики и почитатели его творчества. Если горец в пляс спустился, а потом селение в пляс, у него джигит родился или радость родилась. Если горец в час ненастья проклинает весь Кавказ, у него коня украли или дочка родилась. Вот так, иногда с юмором, но всегда с любовью к родному краю и гордостью за своих соплеменников, на долю которых выпало немало трудностей. Кайсын Кулиев никогда не отделял свою судьбу от судьбы народа. Он отправился вслед за ним в ссылку, хотя и мог остаться. Сегодня великого поэта вспоминали не только читатели, но и те, кто был с ним лично знаком. Кайсын Кулиев находился постоянно в поиске несказанных, не написанных, не найденных ни тем слов. Он находил их в кругу друзей, за рабочим столом, пути, присвечив к косарям и чабанам. И тогда, когда слушал музыку и детский смех, оттого его слова быстро находили путь к человеческим сердцам. Памятные мероприятия далее переместились в Чигем, в дом музея поэта. Уже традиционно в этот день здесь устраивают так называемые кулиевские чтения. Его великий талант проявлялся не только в строках, которые навсегда останутся в истории наших народов. Кайсын Кулиев еще при жизни сыскал любовь и доверие своих сограждан. Есть одно потрясающее письмо, которое пишет женщина. Она не знает, как спасти сына. Он тяжело заболел. А задавая вопрос сама себе, почему я пишу Кайсыну Кулиеву, да потому что я воспитывала своего сына на творчестве Кайсына Кулиева. И я знаю и уверена в этом, что Кайсын Кулиев равнодушным не останется. Так и было. В этом году отмечается еще одна дата, связанная с именем Кулиева. Дому музею, в котором он прожил последние годы жизни, исполнилось 25 лет. К этой дате приурочили открытие официального сайта имени Кайсына Кулиева. Воспоминания собратьев по перу, фото, галерея, биографии, электронные версии сборников стихов Кайсына Кулиева и даже возможность совершить виртуальную экскурсию по дому поэта. Теперь все это во всемирной паутине. Авторы сайта уверены, что самому Кайсыну Кулиеву эта идея наверняка бы понравилась. Ведь он, как говорят, знавшие поэта лично всегда шел в ногу со временем. Альберт Корцаев, Аслан Хандоха, Вести Габардино-Балкария. Средняя зарплата в республике за 9 месяцев текущего года выросла на 11% и составила 12 600 рублей. Сегодня Минэкономразвитие и торговля КБР подвело итоги социально-экономического развития с января по сентябрь 2011. Кроме показателей оплаты труда были озвучены результаты деятельности работников агропромышленного комплекса и общий объем отгруженных товаров собственного производства. В сфере строительства тоже наблюдается рост показателей. В эксплуатацию сдано почти 178 тысяч квадратных метров жилья, что на 4% больше, чем в прошлом году. А стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, составила 2172 рубля, сообщает пресс-служба ведомства. О других событиях. Сегодня в Кабардино-Балкарию с рабочим визитом прибыл архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Программа его пребывания в республике весьма насыщена. В первую очередь это подписание договора руководителей трех основных религиозных конфессий Кабардино-Балкарии и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по КБР о сотрудничестве, а также ознакомление с условиями жизни и быта осужденных. Специальный корреспондент нашей программы Сафар Гириев сопровождал архиепископа и готов дать подробный отчет о его визите. У нас шесть подразделений. Один следственный изолятор в заключении под стражу до вынесения решений судом и пять подразделений. Это колония общего вида режима. Поясняет архиепископу Феофилакту начальник УФСИН по Кабардино-Балкарии Василий Федоров. Именно с посещения одного из пенитенциарных учреждений начал свой визит в республику Владыка. Архипастер ознакомился с условиями содержания осужденных. Своебразная проповедь сопровождала его встречу с людьми, которые приступили закон. Я здесь вместе с вами, чтобы помолиться о вашем быстрейшем восстановлении, исправлении. Помолиться вместе с вами и о тех, чья жизнь сегодня наполнена ожиданием общения с вами, о ваших близких, о ваших матерях, женах, семьях, друзьях. Архиепископ осмотрел расположенные на территории исправительной колонии церковь и мечеть. Двумя вершинами Эльбруса назвал он стоящие бок о бок здания. Затем Феофилак провел малую службу в храме и ознакомился с условиями, созданными для осужденных мусульман. Возвращение в общество не озлобленного на весь мир бывшего заключенного, а человека, который хочет измениться, создать семью, найти работу, жить нормальной жизнью и быть полезным обществу. Задача в том числе и духовных епархий, будь то православная, мусульманская или иудейская. Так сегодня считает архиепископ Феофилак. Уже в самом управлении Федеральной службы исполнения наказаний состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между УФСИНПА КБР, епархией Пятигорской и Черкесской, Духовным управлением мусульман и Еврейской общиной республики. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анзор Ямкужев приветствовал собравшихся От лица председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской республики Засежева Хазратали нынешняя встреча не первый акт благотворного сотрудничества. Непосредственно тем, кто участвовал в подписании документов, это глава конфессии с руководством УФСИН. Действительно, чтобы это сотрудничество принесло в ближайшее время плоды. Значимость заключенного соглашения отметили и председатель Госкомитета по делам общественных и религиозных организаций КБР Борис-Бахта и руководитель общественного совета при УФСИН Владимир Вороков. Обозначена ответственность всех участников этого процесса. Только человек может помочь человеку. И люди, которые приступили к пределу закона, которые лишили сами себя, своей свободы, более всего нуждаются в том, чтобы эту свободу вновь обрести. Теперь, в соответствии с соглашением, все стороны должны совместно проводить работу по духовному воспитанию осужденных. Договор – это, по сути, часть концепции развития уголовно-исполнительной системы России, которая предполагает в том числе и более широкое использование потенциала религиозных конфессий. В конце рабочего дня архиепископ Феофилак встретился на дискуссионной площадке Кабардино-Балкарского госуниверситета со студентами вуза, где провел с ними беседу на тему «Свобода или как бороться с несвободой». Кукурузоводы сельхозпредприятия «Золотой колос» про Хладнинского района установили в этом сезоне рекорд. Им удалось собрать свыше 140 центнеров богатырской культуры с гектара. Успех аграрии объясняют в том числе и тем, что не поскупились на семена высокого качества. Закупали у известного на всю Европу производителя в Нови Саде. С научно-исследовательским центром этого предприятия наша республика заключила договор о сотрудничестве. Кипит работа и на зернотаку хозяйства. Недавно здесь запустили новую высокопроизводительную сушилку. Скорость переработки урожая в итоге значительно возросла. И сегодня «Золотой колос» не только обеспечивает себя, но и в состоянии снабжать семенным материалом другие хозяйства. И последнее. Рост рождаемости наметился в Черекском районе. Причем тенденция столь явная, что свое внимание на нее обратил и президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Во время своей рабочей поездки в район на совещание с главами муниципальных образований республики он отметил этот факт как положительный пример. В этом году рождаемость вдвое превысила смертность. Только с начала года на свет появились 324 малыша, то есть почти на четверть больше, чем в прошлом. Лидирует поселок Кашхатауа, Ушигеры, Верхняя Балкария. Работники районного ЗАГСа причину демографического всплеска объясняют тем, что браки регистрируются исключительно по любви. А медики рассчитывают, что новое оборудование, полученное по нацпроекту «Здоровье», позволит эти показатели улучшить. Килинальный столик с подогревом АЭС. С введением программы национального проекта «Здоровье» у нас значительно произошло изменение в плане рождаемости, материнской смертности в положительную сторону. В связи с введением программы родовых сертификатов значительно снизилось и практически не было за последние годы у нас младенческой смертности, не было материнской смертности. Помимо этого, введение программ родовых сертификатов привело к тому, что значительно у нас укрепилась материально-техническая база. Ну а местные власти теперь вынуждены задуматься о расширении родильного отделения при строительстве новой районной больницы. На этом наша информационная служба завершает свою работу. Напомним, электронную версию программы можно увидеть на сайте вести.кбр.ру. Далее прогноз погоды на предстоящие сутки. Ну а мы с вами прощаемся. Берегите себя и до встречи на канале «Россия». Здравствуйте. Предстоящие сутки на территории Республики существенных изменений погоды не ожидается. Переменная облачность. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров штутного столба. В Зольском районе около 9 градусов. В горах без осадков. У подножия Бурса столбики термометров превысят нулевую отметку всего на 2 градуса. В Тернаузе также ни дождя, ни снега. Плюс 4. В Баксане, Чигеме и Нардкале сухо и временами облачно. Плюс 10-11. В Прохладинском и Майском районах воздух прогреется до 11-12 градусов. В Сельском и Лисхенском районах облачно с прояснениями. Плюс 10-11. В Черехском районе тоже без осадков. Около 9 тепла. В Нальчике переменная облачность плюс 10. На это у меня все. Хорошего настроения в любую погоду.